Ом Ти Ви Юэй, про Головне. О том, что там они смогли все-таки вернуть несколько сел по Курской области, но в это время к ним подкрадывался большой пи***. И вот этот пи*** вы сейчас видите на видео. Что происходит? То есть они залезли в котел, мы зашли в новом месте Курской области, и сейчас у русских выбор. Либо вывести свою эту группировку и отдать нам еще пару тысяч квадратных километров, либо их группировка попадет в окружение, а это там тысяч восемь человек, не меньше, если их можно назвать людьми, которые им придется спасать, снабжать и нести сумасшедшие потери. То есть они могут сохранить людей и отдать нам кусок в несколько тысяч километров, либо им придется нести сумасшедшие потери для того, чтобы держаться в этом котле, который сейчас у них образовывается. Ну и с днем танкиста, так сказать, техника, тефтонская, тефтонского гения двигается по их земле, у них должно рвать жопы просто в сумасшедшем темпе и с сумасшедшей силой. Всех поздравляю! И не слушайте, не читайте, отписывайтесь от продажных блогеров, особенно если это немецкие всякие псевдоэксперты или истерички типа безуглый. Резюмируем. Военно-политическое руководство Украины, которое разыграло этот гамбит, просто достойно всяческой похвалы. Тот, кто это спланировал, красавчики. Тех, кто это делает, красавчики. Всем остальным я пожелаю просто делать свою работу, а перестать разводить зраду в интернете. У меня такое ощущение, к сожалению, что украинцы нас не боятся. Вот этот налет, я обратил внимание на реакцию украинских пропагандистов на вот эту массированную атаку. Мы вообще идем из раза в раз, да, про самая массированная атака, самая массированная. То есть мы видим, что Украина наращивает свои возможности отправки на нашу территорию беспилотников ударных, тяжелых. В дальнейшем подавляющее большинство этих беспилотников сбивается. То есть когда там в прошлый раз 158 было сбито, сейчас 144. Это все-таки говорит скорее в пользу того, что глобальное ПВО у нас работает. У нас вот немножко не хватает, наверное, регионального ПВО. Конечно, конечно, все сбивается. Вопрос с чем? Иногда домами, наверное, это работа РЭП. Иногда нефтеперерабатывающими заводами, иногда складами. Но вопрос о чем? Что когда полетело в Москву, а вроде как не должно лететь, то они там начинают биться в подучей. Вернемся к реакции украинских пропагандистов. Вот я посмотрел, им же важнее поймать вот эту эмоцию простых россиян на удар по дому или на близкие взрывы. То есть им все равно там НПЗ накрыли, какой-то аэродром накрыли. Они сейчас работают именно на раскачку эмоционального состояния наших людей. Вот они смотрят, а вот вы надумали, что война далеко, а война теперь к вам близко. И у меня такое ощущение, что это системный подход. Ну каждый должен нести ответственность за происходящее. Россияне задействуя своей власти, украинцы задействуя своей. Но вот эта вот фраза, что значит все равно, НПЗ, дом или аэродром. Я вот в части строений, это понятно, если кому-то не повезло, ну так бывает. Это, как они сами говорят, война. А вот НПЗ или аэродром, ну тут и та цель, и та ценная. И, по-моему, надо уничтожать и то, и другое. Но вот как он говорит, что они должны почувствовать, что они не защищены. Так оно и есть. Были бы защищены, но не было бы тут воплей Соловьева с вопросом, кто ответственен за защиту неба над Москвой. Мы ему сейчас подскажем этому безумцу, теряющего рейтинг. Нынешние украинские пропаганды по раскачиванию нашего общества изнутри, по, собственно, с целью вызвать у него некое ощущение беззащитности и прочее, прочее. Они на поле боя сейчас не могут, решили перенести войну на нашу территорию. Именно вот с этой целью немножко раскачать россиян, попытаться настроить их против военных, против власти. Да, и поэтому бои ведутся в том числе в Курской области. Про уничтоженные аэродромы мы понимаем, что речь идет о российской территории, а не там где-то. И, если честно, я не думаю, что кто-то у нас сделает ставку на то, чтобы раскачать российское общество. Да, оно это не общество, и оно не качается. Вот они там делают вид, что их там нет, что там все умерли, и они вообще ни на что не реагируют. Ни на дроны не реагируют, ни на испорожнения Владимира Путина им на голову. Хотя с испорожнениями тут, очевидно, ситуация стабильна, а вот с дронами посмотрим. Потому что есть мнение, что если продолжать наносить удары, в том числе по российской столице, то, гляди, гляди, у кого-то что-то начнет просветляться в голове. Делать это надо чаще и больше. Да, и так оно и будет, и там за поребриком это тоже прекрасно понимают. И им это не нравится. Почему? Потому что это все ближе и ближе к их собственным избушкам с позолотой. Ну, в общем, все идет по тому сценарию, о котором мы с тобой говорили. И все, что мы говорили про ПВО, можем повторить в 156-й раз и про то, чем они атакуют. Это очень точно сегодня с утра все написал. То есть, ну, достаточно массированная атака. Притом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел, и количество будет только возрастать. Вот мы сегодня видели, а фактически, если так брать, по направлениям, это была некая такая, в советское время это называли звездная атака. Это когда с разных сторон атакуются одна и та же цель. Ну, надо отдать должное, над Брянском ПВО отработало очень хорошо. Большую часть цели они действительно сбили. Досбивать пришлось уже в Подмосковье и в ближнем Подмосковье. Но мы с тобой понимаем, что действительно все это будет только возрастать. Я посмотрел, сейчас они примерно каждые 10 суток устраивают такой налет. Примерно по 140 дронов. А нужно устраивать это каждый день. Вот эту вот звездную атаку против звезд российской политической сцены. Маньяка, например. Какой смысл в этом? Ну, во-первых, на каком-то этапе они будут гордиться, что сбивают не в Московской области, а, соответственно, над Москвой. Но, опять же, некоторыми зданиями. В общем, все это дело такое, очень и очень относительное. Иногда можно в Москве сбить НПЗ и потом хвастаться всем, что все очень и очень хорошо. Там у них, между прочим, проблемы на этом НПЗ. Они вывозят оттуда топливо. Очевидно, оно перестало работать. Сегодня вот было зафиксировано на подъезде к этому московскому НПЗ. Какая-то гигантская очередь этих цистерн, которые это все вывозят. Так вот, почему надо лупить по Москве? Ну, чтобы, во-первых, они понимали, что Путин их не защитит. Ну, это вроде как есть понимание, должно быть зацементировано. Каждый житель Москвы должен отчетливо говорить, что Путин этот кремлевский упырь. Да, и ни в коем случае на соответствующие дроны не переводить денег. Так вот, есть же объяснение этому. Значит, да, цитирую тут одного военкрыса. Ладно, скажу, кто это, Живов. ПВОшники наши, конечно, Рексы, бились как львы. Рексы львы. Что у него в голове? Но даже они не всесильные. Банально заканчивается БК. Даже у эшелонированных систем противник стал использовать весьма умные стратегии. Сначала куча БПЛА, а за ними уже на разряженное ПВО летят ракеты. Забивать самолетное БПЛА, скажем, панцирями и буками не напасешься ракет. Что-то нужно придумывать. Они там про зенитные орудия думают. Короче, смысл в чем? Что ракеты, оказывается, это только в телесюжетах. Они не заканчиваются. А так, получается, ну, на войне как на войне. У нас масса проблем. У нас не хватает частенько ракет ПВО. Ну, в последнее время что-то никто не жалуется. А вот там вот звоночки эти пошли. Что лупишь по Москве не очень дорогими дронами. Их даже если сбивают, то дорогими ракетами. Ну, или чуть-чуть подороже. Это, соответственно, нефтеперерабатывающими заводами. И все это, оно приводит к тому, что народ нам в недоумении. Может их защитить Путин или нет. Ну, и еще в эту же кастрюлю российских помоев добавляет в свою лепту мудозвон. Он ставит вопрос. А кто ответственен за небо над Москвой? Согласитесь, хороший вопрос. Не может найти ответственных. Мы ему сейчас поможем. А в чем ведомстве это находится? Вот кто за это отвечает? Губернаторы, они не военные. Их полномочия сильно ограничены. Армия? Армия отвечает за войну. Росгвардия? Росгвардия не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО у меня простой вопрос. А кто отвечает за безопасность неба в России? Согласитесь, ради этой реакции нужно было потратить эти дроны. Значит, кто отвечает? Прикольно, да? Что армия у них, оказывается, за защиту неба не отвечает. А за что же она отвечает? А, она у них за нападение отвечает. Ну, ничего. Давайте искать дальше. Виновных и ответственных. Ну, просто кто? У нас есть такой центр? У нас вообще это есть? Кто отвечает за безопасность воздушного пространства? Что, у нас есть войска ПВО, которые прикрывают все? Ответ, кто за все отвечает, прост. Владимир Владимирович Путин. Они по-тем-шему-то считают, что об этом сказать вслух, это чуть ли не предательство. Но он же верховный главнокомандующий. Значит, войск ПВО нет. У многих стран нет войск ПВО, они объединены с ВВС. В России это называется ВКС. Но кто соответствующие изменения в кадровой оргштатной структуре производил? Это же этот, Манничелло. Это делал именно он. И, соответственно, к нему должны быть... Есть ли какие-то изменения в оккупированной части нашей Курской области? К сожалению, на Курском направлении обстановка по-прежнему остается серьезно сложной, тяжелой, напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки своего продвижения в Глушковском и Кареневском районе. Задействует для этого большие силы личного состава, которые у него имеются. Все показывает и указывает на тот факт, что на сегодняшний день оставлять Курскую область и отходить оттуда Киев не намерен. Газепу Боррелю, который снова ради мира в Европе призвал страны НАТО разрешить Киеву бить по целям в глубине России.